Пророссийские боевики продолжают атаковать позиции наших бойцов. Впервые за длительный период враг применил реактивные системы ГРАД. Крупнокалиберные минометы ударили по городу Попасное, пострадали мирные жители. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Позиции украинских военных в районе Попасной. За прошедшие сутки здесь была наиболее напряженная ситуация. Более 80% обстрелов по всей зоне АТО пришлись именно на этот участок обороны. Дошло даже до использования боевиками ГРАДов. Сожженные артиллерией боевиков участки Луганской степи хрустят, как свежий снег. Повсеместно черными ранами зияют свежие воронки. Артиллерия противника в течение 5 часов накрывала позиции железной бригады. С 22-го вечера начались обстрелы с минометов. Так же артиллерия. Приблизно 8 пострадов прилетело до нас снарядов с минометов. Так же пару было с артиллерии ГРАДов. И продолжилось все на протяжении до третьей ночи. К счастью, в этот раз обошлось без потерь. Противник застосовывал весь арсенал зброи, который в них был, включительно с ГРАДами. На счастье, у нас поранених и загиблих нема. Давно не было. Противник раньше не застосовывал ГРАДи. Это вчера произошло очень серьезное загострение. А за несколько дней до этого боевики ранили нескольких бойцов. Блиндажи противника тут в прямой видимости. Прилетел ПТУР. Ударил под низбурство. Пара не было, но контузия серьезная. Он в лекарне? Он в шпитале. Сейчас в Харкове. Здесь подлечится. Он хотел сразу вернуться с часовой яра. Не дали. Отправили на Харково. Досталось и мирным жителям. Огонь боевиков накрыл несколько улиц и железную дорогу в Попасной. Я его сюда в дерево как раз. Сарай пошел сюда. Окна побывало. Сильно пострадали? А сколько это было? Да часов 8 так. Уже темнить начало. Разов 5-6 взрывов было. Кучно стреляли. Машина подбила. Покоцалась машина. С вмятины там подбивала краску. В преддверии 9 мая по всему фронту наши военные готовятся к масштабным провокациям и укрепляют оборону. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.